Впечатления какие еще остались от школы? У нас первая учительница Чупакова Лидия Васильевна. Она была строгая, но с юмором. И уже потом я понял, тогда еще не совсем понимал, вообще-то просто не понимал, что она посадила, буквально когда в первом классе мы сели, рассадила нас по парте, и посадила меня с мальчиком, с которым я потом стал дружить, мы стали друзьями. Они звали того мальчика Саши, а фамилия была у него Волков. Так мы сидели, Козлов и Волков. Тогда, конечно, я это не понимал, это уже когда я постарше понял, что посадив нас вместе, Лидия Васильевна так вот показала там определенное чувство юмора, какое у нее есть. Но мы с Сашей дружили очень долго. Парты у нас были старые. Вот как показывают во время войны, там откидываешься, встаешь, там отвечаешь, потом снова садишься, закрываешь вот эту крышку парты. Помню художественную самодеятельность. А с Волковым мы выступали там тоже. И у нас был номер Маврикина Никитична. То есть тогда по телевидению большим успехом пользовались вот артисты, изображавшие, то есть я сейчас фамилии их не помню, но они изображали Маврикин Никитичну, изменяли голоса, говорили вот всякие смешные вещи. И вот на школьной самодеятельности мы с Сашей очень умело их копировали. Вот я ходил к нему домой, мы тренировались, и уже потом репетировали. И потом мы уже на школьной самодеятельности показывали такой класс, что даже и нам самим это нравилось, потому что было очень похоже. Получалось у нас неплохо. Я отдыхал в одном доме отдыха с Вероникой Маврикинной и Авдотьей Никитичной. Я вам честно скажу, они отдыхали так активно. И шо, как? Шутка ли, под их руководством женская сборная нашего дома отдыха, по перетягиванию каната в финале начисто перетянула мужскую сборную из Люксембурга. Мало того, они зарекомендовали себя с такой хорошей стороны, что в последний день им даже поручили провести конкурс загадок в нашем доме отдыха. Авдоть, Никитич, вы знаете о том, что нам поручили провести с вами конкурс загадок? Какой конкурс загадок? Кто поручил? Директор Степан Петрович, сам. Я все продумал. Я буду проводить конкурс загадок, а вы подойдете к микрофону и скажете. И спасибо Степану Петровичу за то, что нам так весело. Ну почему именно я? Ну потому что у вас лицо такое. Такое-такое. Какое-такое. Умное. Помню еще один случай, который произошел со мной, ну с моими друзьями. Шли мы, это была зима, наверное это был первый или второй класс, скорее всего второй класс. Мы шли домой, втроем, я, Саша Волков и Валера Хомутов. И где-то на середине, вот дороги, когда мы шли, Валера стал бороться по дороге, там дурачиться с Сашей. Вот он как бы его стал задевать, там толкать, там в общем, что-то они тут стали. И потом у нас были ранцы, у меня и у Саши, и у Валеры были ранцы. В общем, Саша ранец упал. Ну и Валерка стал его там пинать. Ну пока вроде все шутили, там дурачились, там вот и шли по дороге, пинали, там дорога была наезжена. Снег был плотно утрамбован. И портфель, этот ранец, очень хорошо так это крутился, летел там по этой дороге, пинали. Потом смотрю, Саша Пахомов сам стал пинать свой ранец. Я удивился, как это там свой ранец пинает. Ранец уже снега набрал внутрь. Вот тут я пару раз пнул, может быть даже три раза пнул. Потом они снова попинали. Пока пинали, вдруг ранец раскрылся. И так вот немного выскочили там какие-то вещи уже в снегу. И смотрю, почему-то я наклонился, хотел помочь там застегнуть. Но смотрю, так в ранце торчит мой пинал. Я удивился, думаю, я, наверное, Саше дал его, а он мне его забыл вернуть. Потом я помогал ему закрыть ранец, стряхнул с тетрадок в снег. Вот смотрю, почерк-то знакомый мне. И книги почему-то Сашины обернуты так, как я оборачиваю книги, учебники. И я понял, что это мой портфель-то, мой ранец. А у нас с ним были похожие ранцы, одинаковые. А тогда часто было, что одинаковая одежда, одинаковые вещи. Когда в детском саду мы были, так нам покупали одинаковые игрушки. Потому что был магазин на выемке, и там продавали вещи, обувь и игрушки. Там была такая стена, и на этой стене были товары детские. И парадокс был, я не знаю, родители, вероятно, ходили мимо этого магазина. Было даже такие, что одну машину купили Хмутову, такую же купили. И именно в этот же день купили Пахомову, и в этот же день купили мне. У нас три одинаковые машины, мы играем, никому не завидую. И ранцы тоже у нас были одинаковые, с Сашей. И я понял, что я шел и пинал свой ранец. Они подменили мне, но тогда я думал, что случайно. Я шел, и мне так стало горько, когда я видел этот свой ранец в снегу. Вот, и что я пинал. Но жаловаться было не на кого. Я помню мысль свою, ну ты сам виноват. Нечего было пинать чужой портфель. И вот этот эпизод, ну не сам эпизод, а вот это настроение, не делать людям другим что-то плохое. Ну и с той серии не плю в колодец, потом придется напиться. Вот на меня, конечно, сильно произвело и осталось надолго, на всю жизнь. А недавно позвонил Хмутову и спросил его, ты помнишь этот эпизод? Он говорит, да, помню. Я говорю, но это случайно было или специально? Он говорит, специально. То есть это было срежиссировано, это было специально, это было не случайно. Что-то вот они со мной решили подшутить. Или, может быть, за что-то отомстить, я уже не стал спрашивать. Ну, по крайней мере, для меня это был серьезный урок, который я запомнил на всю жизнь. Потом в пятом классе мы переехали, получили квартиру в новом доме. И уже в последней четверти в пятом классе я пошел в другую школу. Школа номер 18, она на Суздалке. Это была великолепная школа, новая, там буквально несколько лет назад построенная. Это было, конечно, несравнимо в отношении 53-й школы, потому что новая железобетонная школа, там все было красиво, она была такая передовая. И туда даже приезжали иностранные делегации по линии образования. И вот я впервые там, сразу же, вот как стал учиться, впервые увидел, делегация была из Франции, впервые увидел иностранцев, там было два негра. Вот двух негров, впервые очень близко. Я, пятиклассник, увидел, для меня это было серьезное такое новшество. Что еще как бы удивило? Когда встречали эту делегацию в комнате Совета Дружины, в пионерской комнате, и там не хватило мест, не хватило стульев. Там людей было больше, чем стульев приезжих. И вот на этих стульях расселись мужчины, негры, а женщины остались стоять. То есть они не уступили. То есть для нас было это вообще как это так? Вот перед ними там выступают, ну, пионеры что-то говорят. Вот мужики сидят. Ну, какие там мужики? То есть, ну, так, может быть, там 35-40 лет. То есть это были неумудренные сединами пенсионеры. Такие, чтобы вот им, да, надо обязательно сидеть. Нет. Они были того же возраста, что и те женщины, которые были с ними в делегации. Но нет, они сидели на этих стульях, нога на ногу, даже как-то так вот с вывертом у этих негров. Рядом стояли эти француженки, которые там, как это было само собой. Для нас это было непонятно. Как это так? Мужчины сидят, а женщины стоят около них. Что еще обратило на себя внимание, ну, не только это, но и вот другой момент. Это уроки труда. Трудовик, в отличие от трудовика 53-й школы, который просто был фанатом своего предмета, он так любил дерево, так вот старался научить, чтобы все мы тоже любили дерево, любили работать с деревом. Вот он весь был погружен в этот процесс. Тут трудовик 18-й школы не был таким эмоциональным, что ли, не был таким фанатом. Вообще обучение, да и дерево тем более. И мы там занимались какой-то ерундой, но я так думаю, что и все, и многие так занимались, мальчики. Вытачивали петли для дверей, которые в жизни никогда и делать не будешь. И они, в общем-то, особо и не нужны. Ну, вероятно, это для того, чтобы у нас был навык работы с металлом. Ну, мне это не нравилось, все время скрежет напильником, там, вот, по сравнению с 53-й школой, где там пахло такой аромат, там, этого дерева, мы занимались вот этим металлом. А я помню, кроме петли мы сделали тогда еще паровую машину. Ну, это консервная банка, две консервные банки. Одна, значит, такая полная, а сверху крышка. Тоже вырезаешь из консервной банки, закрываешь, оставляешься два отверстия, там крепление. И еще из консервной банки вырезается такое колесо с лопастями. Получается такое колесо, это называлось паровая машина. И нужно было потом все это спаять, все отверстия закрыть, лишнее оставить только два, ставить на газ, ну, или на огонь, вот, чтобы вода, которая там закипает, она этим паром начинала крутить колесо, которое было на этой консервной банке закреплено. Ну, и что я сделал там, тоже я сделал очень хорошо, и пошел испытывать дома эту паровую машину. Паровая машина у меня опрокинулась во время пара, которую она там пускала и крутила колесо, и попала мне на ноги, был ожог, и я не ходил в школу, и это дня три, вот, из-за ожога. Там пузыри были на ногах. Я подумал, ну, как вот так вот можно детям вот готовить такую, вот, в пятом классе, да, наверное, в пятом классе такие изделия готовить, и потом, чтобы мы дома их испытывали, и вот, пожалуйста, такое травматичное изделие мы на уроках труда сделали. Вот большая разница была между трудом, уроками труда в 53-й школе и в 18-й.